Итак, по многочисленным просьбам я решил записать продолжение видео по разрезу, по оформлению плана второго этажа, соответственно, проверки все элементы вынес по плану первого этажа и подвала, то, что касается тонких и толстых линий, и добавление еще, как строится у нас план тролли. Я уже сразу перенес два фасада, с которых я буду переносить все необходимые мне элементы. Грубо говоря, я те же самые линии по разрезу продлил до моего фасада, также разрезается моя крыша, но об этом я еще более подробно скажу. Итак, я перехожу в слой разрез 0,5, буду выносить толстые линии, то, что касается моего плана второго этажа. Со всеми элементами крыши я пока не трогаю по плану второго этажа. И мне кажется, что я уже вижу первую ошибку. Сейчас перепроверю. Может, это, конечно, я накосячил при переносе. А, здесь разрезается утеплитель наш, поэтому мне придется отступить немного дальше. Сейчас, я доложу вспомогательную 120 мм. Здесь уже просто на плане подрезанная линия, то есть вот здесь у меня крыша обрезалась почему-то в утеплитель, хотя этого быть не должно. Вот, видно вот этот выступающий элемент. Из этой стороны тоже. Двинуношу вспомогательные линии, так как они должны были быть. Соответственно, как вы видите, иногда на чертежах уже встречаются наши ошибки. Ну, мне кажется, ну, нет, все равно, нормально. Уже нормально. Итак, продлеваю эту линию. Она у меня идет уже для плана моего второго этажа. И начну ее копировать. Копировать и разношу. Опять же, откуда взялась вот эта линия, здесь человек просто врезал крышу в утеплитель. О, в утеплитель. В его облицовочный кирпич, что быть не должно. Вот так мы ношу все толщины. Пока лестницу не затрагиваем. Ну, на самом деле, мне ее не нужно будет затрагивать. Только то, что режется. А вот здесь уже нужно снова будет... Я при помощи функции сместить смещаю на 120 мм. Откуда берется 120 мм? Это у нас с вами облицовка была по заданию. Для тех, кто первый раз подключился на канал. Где здесь условные обозначения? 120 мм наша облицовка. Вот она. У нас стенка состоит из 380 мм кирпича. Утеплитель 120 мм. Облицовка 120 мм. Плюс штукатурка 10. Мы узлы не делаем, поэтому штукатурку мы не обозначаем. Как будто ее на самом деле мы и не увидим. Итак, то, что разрезается, буду выносить. Изначально мне нужно поставить какой-либо ограничитель. Это пускай будет высота нашего потолка 3 метра, чтобы обрезать ненужные наши линии. Я смещаю на высоту 3000 мм. Но чтобы отсечь и удалить то, что мне уже не пригодится. Это не значит, что у нас там будет перекрытие. Здесь мансардный этаж. Перекрытия у нас с вами не будет. Выделяю. Обрезаю сверху. Обрезаю сбоку. Удаляю здесь. Снизу. И на самом деле мне бы подрезать все, что здесь не нужно. Но так как у меня слои накладываются друг на друга, мне придется выравнивать это все дело вручную. Напоминаю то, что разделительного у нас элемента между утеплителем и облицовкой не будет. Здесь вообще никакого разделителя не будет. Проем перекрытия под лестницу никто не будет замоноличивать. Отдельно вот это 380 мм по толщину нашего утеплителя с облицовкой, соответственно. Сейчас посмотрю, мне кажется, здесь лишнего видения нет. И не точно надо было оставить. Итак, я перенес то, что у нас с вами разрезается. Теперь мы будем заниматься переносом тем, что не разрезается. Перехожу в слой разрез 0.25. И буду переносить те элементы, которые у меня видны, но они не попадают в пространство разреза. Всячески выступающие углы наших стен, которые не попали в пространство разреза. Проемы под двери. Дверь, которая где-то там вдалеке располагается. Вент-канал. И все. Больше я пока ничего не увижу. Итак, выделяю все, что необходимо. Начинаю подрезать. Но вент-канал я помню, что у меня он здесь располагается, поэтому я могу спокойно удалить. С на линии. В перекрытии тоже удаляю. У меня не попал проем под вент-канал, поэтому я удалил вот эту линию. Это у нас вот здесь вент-канал. Дальше иду. Что располагается у нас между этими двумя элементами? Между этими двумя элементами у меня выход на террасу уродика. Соответственно, я могу сделать коробку. Коробку 2100. Стандартная высота дверного проема. Замыкаем. Удаляю все, что не нужно. Дверь. Проверяю, где у меня ручка была. Ручка у меня должна была располагаться вот здесь. Соответственно, сюда же я ее буду рисовать сверху. Вот в этой части. Так как мы не знаем схему, как у нас будет выглядеть дверь, я ручку могу выполнять произвольно. Мог скопировать ручку с плана первого этажа. Дальше. Я, насколько помню, здесь дверной проем у нас будет. И он будет отображаться под углом. Ну, в дуговой стене. Я включу ортогональное ограничение перемещения курсора, чтобы у меня никуда курсор не убежал. 2100. Замыкаем. И здесь у меня линия. Вот эта крайняя. А, она не совпадает. Все, окей. Я могу эти обе линии удалить. Эти линии удаляю. Ручку ставлю там, где она должна быть. Но, по факту, я ее здесь вроде бы как не вижу, так как она внутри. Но, все-таки, я обозначу, что здесь у меня проем под мою дверь. А конкретно, тоже прямоугольничек. Можно достаточно маленький. Сейчас я привяжусь к тому прямоугольнику, которым я располагался выше. И расположу маленькую ручку. Таким вот образом. Дальше что? Это начало изгибания моей стенки. Перегородки. Обрезаю все, что мне не нужно. Селение осталось. Обрезали. И все. Теперь все. Ограждение у лестницы я пока ставить не буду. Делаю это завершающим этапом. Посмотрю, как здесь у нас идет. Окей, 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 окей. Ну, поставлю теперь ограждение. Все элементы, которые не разрезаются, я тоже перенес. Ну, крыльцо я еще не затрагивал. И крышу нашего крыльца тоже. Насколько я помню, она здесь есть. Но судя по плану второго этажа, нет. На колонны отбирается. Колонны, значит, и крыльцо. Итак, я буду делать ограждение. Ограждение буду делать стандартное. Две сто. Ой, тысяча двести, прошу прощения. Тысяча двести миллиметров. Шестьдесят миллиметров толщина. Она кратно десяти миллиметров обычно подбирается. Вот такой профиль. Из-за него я не увижу перегородку мою. То есть, вот я спрятал. Есть несколько схематичных отображений по ГОСТу ограждения. Можно поставить просто четыре палки. Грубо говоря, тысяча двести. И соединить. И убрать вот эту. Точнее, вот эту. И на этом остановиться. И во втором пролете то же самое сделать. Но я буду ее делать немножко усиленным методом. Со смещением 600 миллиметров. Кидаю вниз. Продлеваю. Выключу ортогональное ограничение перемещения курсора. Включу ограничение перемещения курсора определенными онлайн. Просто продлю. Здесь просто продлю. И вырежу то, что не нужно. А конкретно мне не нужна эта часть. И мне не нужны эти обе части. Здесь мне не нужна эта часть лестницы. И мне тоже здесь не нужны Ничего не части. Все. Нет, не все. Вот так. Соответственно, ниже стоящий спуск у нас пойдет точно так же. 1200 миллиметров. 1200. 120 поставил. 1200. 60. 1200. Внизу на последней степени то же самое. 1200. 60. 1200. Соединяю вверх. Произвожу смещение на 60 миллиметров. Можно еще больше усложнить эту лестницу. Но я этого делать пока что не буду. И надо было лить то, что я не увижу. Вот таким вот образом. Нет, еще. Лестницу самую забыл. Мы же из-за поручни лестницу не увидим. Я по факту сейчас удалял то, что я не увижу своим взглядом из-за каких-либо поручней. Делается это либо в разрезе 0.25 ограждение, либо вы можете делать отдельный слой ограждения и соответственно в нем выполнить. Теперь мы будем переносить нашу крышу. Что нам потребуется для нашей крыши? Нашел некоторые ошибки и про это перезаписал участок. А теперь для построения нашей крыши что нам потребуется? Во-первых, я перенес оба фасада, через которые у меня также проходит разрез. Помогать именно это. То есть я перенес все планы с фасадами, как они у меня и строились. Видео фасады было сегодня ранее по оформительской части. По построению фасады еще раньше было. Соответственно, просто перенес, как они проводятся у меня через фасад. Как разрез проходит через фасад. С одной стороны и с другой. Потому что у меня с двух сторон нужно будет его отобразить. И что я буду делать теперь? Линии разреза, так что у меня присутствуют на плане круга. Я сначала перенесу основные линии. Какие конкретно? Конек, мои крыши. Конек, мои крыши. У меня крыша представляет из себя, по сути дела, двускатную основную часть, через которую проходит разрез. И слуховые окна. Вот они. Вот пошел разрез по нему. С одной стороны, с другой. Но основной это каркас у меня, двускатная крыша. Поэтому я просто с двух сторон показываю ограниченное значение основного моего ската. По сути дела, основной уклонно образующий материал. Зачем же я перенес фасады? С фасада я переношу конек моей крыши, который, как вы помните, тоже будет разрезаться. Вот он здесь пойдет. Что я делаю теперь? Мне нужен низ моей крыши. Я переношу его с фасаду. Вспомогательную линию я могу уже удалить. Которая у меня просто была ограничена. Что же я делаю? Смотрю, с фасадами линия идет в единый. Здесь никакого излома нет. Здесь смотрю. Одна линия должна прийти в центр, вторая линия в центр, в конек. И основание у меня для этого есть. И что я делаю? Тяну до конька. И сюда. Линию для конька я могу уже удалить. Высотную отметку для конька я уже могу удалить. Граничные значения пока оставлю. На самом деле, мне они, скорее всего, не пригодятся. Но буду делать. С фасада толщина крыши может переноситься именно как разрезалась она здесь. Либо я могу сместить. Толщину мы укроем на пирога. Если вы делаете крышу свою, то вам нужно посмотреть материалы, из которых состоит крыша. Я буду откладывать ровную толщину крови моего пирога. Соответственно, 300 мм у меня стандартная была взята. Я 300 мм буду выполнять смещение вот этой линии. Просто смещаю. С одной стороны. И с другой. И проверю. Сойдут ли они у меня в единой точке. На ней у меня сходятся. С одной стороны. Все хорошо. В какой точке они конкретно сошлись. И с другой стороны они сходятся. Низа моей крыши. И толщина моего кровельного пирога. По сути дела он пойдет вот таким скосом. Удалю теперь все, что мне не нужно. На данный момент. Не нужно. Граничное значение. Низ сверх моей основной крыши уже не нужно. Так как я уже буду заниматься лоховыми окнами. И на самом деле подрезку моих стен. Утеплитель. Облицовка. Все это мне тоже сейчас не нужно. Этот момент мне тоже сейчас не нужно. Я удаляю все не нужно, чтобы мне в дальнейшем не запутаться самому. И низ моей крыши я тоже могу удалить. Очищаю от всего не нужно. По сути дела. Сейчас я с этой стороны еще. По сути дела так бы у меня выглядела обычная блузкатная крыша в разрезе. Только вот эта ленича была бы. Ну, посмотрите, на самом деле, для четырехскатной. Двузкатная выглядела была таким вот образом. Но, на данный момент, я посмотрю, скатная у нас сохраняется. Ну, дальше у меня будет пограничное значение на крыше. Защит странное такое. Это не я уже исправлял. Скатная крыша есть. Соответственно, эта линия будет тонкая. У меня пока еще заниматься этим не буду. Я еще перепроверю. Вот эта линия я уже патологически представляю, что она будет тонкая. Но мы ее сейчас увидим за смаховой боком. Сверху тоже объединю уже в единый контур. Обрезать. Обрезать. Что я делаю теперь? Стенки я попозже доведу. Слуховое мое окно. С одной стороны. С фасада 1.5. Его низ. И прорезание. Низ и прорезание. Потому что я вижу, что вот оно насквозь проходится. То есть, скорее всего, здесь будет толстая линия. С плана моего в крыше. Мне нужны граничные значения. Как оно прорезалось. Докуда оно прорезалось. И откуда. Начиналось вырезание в мою крышу. А я могу получить с плана. По сути дела, линии должны совпасть. Они должны совпасть. Вот она точка. По сути дела, это с плана. Это линия с фасада. На фасаде. Вот она прорезалась. Вот этот участок. На плане. Вот эта точка. Вот эта точка. Соответственно, что я делаю. Я выделяю все элементы по своему проекту. В данном случае. И удаляю все, что мне не нужно. Мне не нужен верх. Вверх. Мне не нужен бок. Эту линию пока оставлю. Мне нужно будет, скорее всего, показать. С какой стороны я смотрю? 1.5. 1.5 получается. Смотрю, я туда прорезался. А, я ничего и не увижу. Потому что у меня разрезся. А, нет. Я увижу вот эту часть. Я вот сюда, получается, буду смотреть. То есть я увижу низ моей крыши. Поэтому линия гранична все еще оставлю. Она часть будет тонкой. Но что я не увижу за ней? Я не увижу основную часть моей крыши. Ну, здесь еще спорный момент. Ну, и не увижу, как у меня вырезаются мои крыши. Вот такой будет переход. Вспомогательные линии могу удалить. Вот так будет выглядеть прорезание моей крыши. Вспомогательные линии тоже могу удалить. Стенку сейчас буду доводить еще. Сначала разберусь, как будет выглядеть общая часть моей крыши. Сначала разбираюсь с толстыми. Смотрю в другую сторону. С другой стороны нам потребуется все то же самое, что мы делали с вами по левой стороне получается. А конкретно это разрезаемая часть крыши, слухового окна точнее, его вверх, вниз. Дальше что? Ну, пока буду смотреть только то, что режется. С плана кровли мне необходимо граничные значения. И они сошлись. Теперь что я делаю? Выделяю все, что мне необходимо. И обрезаю. Здесь мне уже эта часть не нужна. Крышу на самом деле уже не увижу. Низ я пока могу удалить. Эту часть могу удалить. Эту часть удалю. И проекцию оставлю, грубо говоря, пока еще кубиками примыкания. Я еще не закончил. Теперь начну постепенно отображать то, что не режется. А потом уже стыковать все, что необходимо. И линии восстанавливать, которые нужны толстые, какие-то тонкие. Перехожу в слой разрез 0.25. Разрез 0.25. И начинаю отображать. Первое, что я буду делать. Фасад 1.5. Я смотрю, напоминаю. Снизу вверх. Нарисовать здесь уже не буду стрелочку. Снизу вверх смотрю. На разрез 0.25. Я веду слуховое окно. Маленькое, которое у меня будет располагаться за плоскостью сечения. Ну, потому что я сейчас покажу. Вот я смотрю в эту сторону. И по сути дела единственное, что я здесь увижу, это вот это слуховое окно. А мне нужен его вверх. То есть я буду смотреть на видео его сбоку. По факту выделяю и обрезаю. Я вижу его вот таким вот образом. С другой стороны. С другой стороны тоже самое. Мне нужны граничные значения моего слухового окна. Граничные значения моего слухового окна. И с фасаду уже 5.1. Я смотрю, получается в эту сторону. По направлению первой оси. Высоту его. Все то же самое. Прорезаю. Удаляю то, что не нужно. При проектировании обнаружил ошибку. И, как говорится, мне никто об этом не сказал. Но сейчас вам объясню. Уже при своем проектировании. Я разрез настроил не так, как студент. Провел его в вообще-производном месте. Оказалось, что я попал. И, возможно, вы заметили ранее в минутах видео. Но об этом, соответственно, не сказали. У меня же разрезается и основная часть крыши. Ой, ну, слуховое окно. И основная часть крыши. То есть вот этот скат. Покажу на плане кровли. У меня разрезалось слуховое окно. Но под ним, если судить по фасадам, есть еще скат основной крыши. Потому что у слухового окна есть свес. Итак, продолжим. Соответственно, что мне нужно? Я сначала возвращаюсь к контуру толстых линий. Разрез 0,5. Мне снова понадобится базовая линия границы моей крыши. Толщина кровельного пирога. Границу крыши я переношу с плана. Толщина кровельного пирога, соответственно, с моего фасада. Раз линия. Я помню, что они у меня сошлись. То, что они у меня сошлись, там все верно. Два. Теперь я могу удалить спокойно все, что мне не нужно. Конкретно вот эта линия мне нужна. Дальше мне не нужны мои стены. Линия опирания моих стен и сверху и снизу мне не нужны. Прорезание. Линия сверху, линия снизу, линия справа, слева. Удалю теперь точно все, что мне не нужно. У нас небольшие участки, а тонких контуров у них остались. И здесь никакого соединения не будет, потому что крыша прорезается. И вот на вот этом участке теперь уже точно. Сейчас я могу спокойно удалить вспомогательные линии. На этом участке у меня пойдут стены моего слухового окошка. А конкретно я могу базировать сток от вида плана моего слухового окна, так как не на плане второго этажа, но на самом деле наоборот. По плану второго этажа я веду. Стенка моего слухового окна. Она будет сделана тонкими линиями, разрезанная на 25-е. Обрезать. Сейчас дам пояснение. И она располагается и дальше. Да. Здесь еще подрежу. Что вот это за линия. Вверх вспоминаем. У нас слуховое окошко. Вот оно. Слуховое окно. Но это слуховое окно у меня должно быть со стеной. Поэтому я провел линию. Вот она. Соответствующие границы моего дома. Так как она располагается за плоскостью разреза, она не режется. Соответственно я ее не вижу. С другой стороны. Слой разрез 0,5. Мне потребуется снова толщина моего кровяного пирога. Потому что с другой стороны все то же самое. У меня есть слуховое окно, которое разрезается только крыша его. И стенка. Соответственно. Мне еще нужна граница моего дома. Но я помню, что она у меня совпадает. С тем, что я уже выше ее собрызил. Стыкую 1. Стыкую 2. Удаляю все, что мне не нужно. Теперь стенки совпали. И не нужно ничего исправлять дополнительно. Удаляю эту линию. Удаляю эту линию. И у меня здесь не будет уже толстой линии. Нам будет тонкой. Тонкая линия. Раз, тонкая линия. Разрезалась. Разрезалась. Почему она такая толстая? Потому что я вижу под изгибом. Толщина-то у меня осталась прежней. Я просто в этой проекции, согласно уклонной крыше, вижу ее под такой формой, такой толщиной. Вот она. Это у меня общая часть моей крыши получается. Вот оно пошло обрезание. По факту я здесь увижу только стык. Вот он. Стык. Дальше что я буду делать? Под этим слуховым окошком, опять тонкими линиями, разрезом 25. Я увижу стенку, опять же, как и в случае слева. Теперь что делаем? Все линии внутренние я продлеваю до крыши. Потому что у нас уже не будут и поддерживать крышу, как основные несущие стены. Также у нас же с вами не будет дополнительного еще пространства. Они будут упираться в нашу стенку. Так, обрезать, 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 обрезать. Так, я решил остановиться. Вырежу эту часть. Оформительская работа по разрезу у нас с вами будет в отдельном виде, потому что это так в виде получилось достаточно трудоемким. И на самом деле нужно немного передохнуть. Вот, как вы видите, построение разреза достаточно иногда простое, иногда сложное. Все зависит от того, где проходит разрез. Вот то же самое, где есть, а потом обнаружил, по сути дела, мне пришлось перестраивать разрез. То, что у меня слуховое окно выше, основное окно ниже. И нужно было вырезание всех этих элементов сделать. Штриховку всех этих элементов и оформление по высотным, ответкам, размерам. Я, соответственно, оставлю на следующее видео. На сегодняшний наш видео мы считаем завершенным. Очень приятно то, что будете оставлять комментарии даже не мои студенты о том, что хотели бы увидеть продолжение, или хотели бы увидеть полную часть. И мои студенты говорят, что хотели бы увидеть полную часть, чтобы, как говорится, полная картина была в голове, а не собирать одного кусочка из Ютуба, одного кусочка из лекционно-практических наших занятий. Очень рад, что количество просмотров растет на не так, как хотелось бы, потому что все-таки, оценив количество моих студентов и количество просмотров, они еще на 50% только движутся к успеху. И, соответственно, хотите, чтобы появлялись новые видео, хотите, чтобы канал как-то развивался, поддерживайте его царским лайком. Мне это приятно, и это как оценка моей работы, то, что мой труд не проходит зря. Как вы понимаете, чтобы спроектировать тот или иной элемент, это выходит достаточно много количества трудов, и мне приятно, что идет какая-то отдача. Хотя бы просто благодарственная. Все, еще с вами увидимся. Пока у нас с вами еще. Оформительская часть разреза появится в ближайшее время, и, соответственно, перейдем к заполнению иконно-дверных правилов витражей. В перемешку я буду еще добавлять вспомогательные видео для канала Gravity. Все, всем спасибо. Оставлю ссылку на предыдущее видео, начало построения нашего разреза, для тех, кто мало ли за этим плохо следил, и, соответственно, переименую то это оформление. Первая часть, и эта часть вторая. Всем всего доброго.